Удостовериться в правильности выбранного пути, освоить самые первые профессиональные навыки, качественно подготовиться к экзаменам по профильным предметам, без привлечения репетиторов и сторонних педагогов. И такая возможность сегодня уже есть у старшеклассников нашего города, которые мечтают свою жизнь связать с профессией врача. Исследовать кровь на сахар и холестерин, измерить давление, проверить состояние пострадавшего в ЧП. Все это манипуляции, которые не составят сложности для врача или медсестры. Но школьники, еще только мечтающие об этой благородной профессии, в большинстве своем выполняют подобные действия впервые. Как, собственно, и оценивают работу учебного оборудования, с которым им предстоит заниматься весь предстоящий год. Вот это вот, это плазма. Если посмотрим на тот мозол, там клеток больше. Вот тут, обратите внимание, да? А, мы это количество клеток еще можем смотреть. Первый раз всегда. Однако новое оборудование и возможность углубленного изучения профильных предметов – это далеко не все, что предлагает своим ученикам специализированный медицинский класс, открытый 1 сентября в 8-й школе. Ведь главная цель здесь – замотивировать будущих выпускников на получение именно медицинской специальности в профильном вузе. Подразумевается большое количество внеурочной деятельности именно медицинской направленности. Это различные курсы внеурочной деятельности, которые дети начинают изучать, например, в медицинском колледже. У нас работает преподаватель, который является и преподавателем медицинского колледжа, и курсы внеурочной деятельности будет преподавать именно он. Поэтому ребята познакомятся и с медицинской генетикой, и с первой помощью, и узнают особенности микробиологии, физиологии. Мы максимально попробуем им показать жизнь медицинского учреждения изнутри. Мы рады поделиться всеми своими знаниями, опытом, умением, всеми коммуникациями, для того, чтобы на сегодняшний день ребята могли понять суть этой профессии, желание помогать людям. Способны они на это, не способны, хотят они или нет. Ну а школа со своей стороны гарантирует выпускникам и отличный уровень знаний по предметам школьной программы. Ведь баллы за ЕГЭ по химии и биологии – не менее важный фактор на пути к профессии. Если говорить про этот учебный год, то учителем химии является Наталья Николаевна Воложанина, которая подготовила большое количество детей с высокими баллами. В прошлом году это 99 баллов, 94 балла. С такими высокими баллами дети поступают легко в любое высшее учебное заведение, нужно только их правильно замотивировать. Поэтому за наших учителей и за уровень подготовки наших детей мы отвечаем. Отметим, что в этом году в Свердловской области начали свою работу сразу 10 медицинских классов в дополнение к 25 открытым ранее по поручению главы региона Евгения Куйвышева. Ну а возможностью прямо сейчас, еще за школьной партой, приступить к изучению выбранной профессии. Уже воспользовались 19 учеников 10 и 11 классов, причем четверо специально для этого перевелись в восьмую из других школ города и района. За реализацию этого проекта медицинские классы отвечают много ведомств Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Уральский государственный медицинский университет, Свердловский областной медицинский колледж. Работают специалисты администрации города Ирбита, специалисты управления образованием. И мы приглашаем вас в нашу дружную, профессиональную, большую команду. И мы уверены, что через несколько лет все вы станете профессионалами в сфере здравоохранения. И каждый из вас произнесет клятву Иппократа. В добрый путь!